Скажу про такое очень интересное явление на рынке, как смена тренда и образование новых трендов с приходом нового года. То есть, например, рассмотрим компанию Apple. Это у нас недельный график, то есть одна свеча – это одна неделя. Как мы видим, график цены очень сильно падал, то есть цена акций падала, причем продолжительное время, это в течение недель и месяцев занимало. Но она изменила свое направление полностью на противоположное в какой-то определенный момент времени. Если мы проведем линию, мы увидим, что это произошло 31 декабря. То есть тренд изменился, если вы видите даже эту свечу, то есть эта свеча изменения тренда, она получилась 31 декабря. То есть с приходом нового года очень часто трейдеры начинают ожидать от компании большего. Естественно, это большая компания, это компания Apple. И они понимают, был плохой год, например, выпустили Apple не совсем удачный. Но компания слишком недооценена. И, возможно, они выпустят какие-то новинки, выпустят какой-то know-how в следующем году. И они начинают активно покупать эту компанию. И, как вы видите, тренд полностью противоположно изменился. И если бы, например, вошли тут, то вы получили бы даже 150% прибыли, учитывая, как прыгнул Apple в этом году. Чтобы понять, что эта закономерность не случайна, давайте я вам открою график цены Google. Точно так же недельный. И посмотрим, а что же происходит с Google. Значит, опять же, заранее нанес я для вас такие вот эти отметки. Значит, голубая линия – это у нас начало нового года. Посмотрим. Значит, что у нас случилось 31 декабря 2018 года. С приходом 2019 года, обратите внимание, свечи очень четко показывают. То есть, была полная, полнейшая продажа акций компании. Цена постоянно падала. Это был большой тренд. Можно было понять на недельном графике. То есть, этот тренд продолжался месяцами. И с приходом нового года, компания и тренд цены изменился. Опять же, ожидания от нового года у всех трейдеров стали более позитивные. И вы видите, что пошли зеленые свечи и кардинально изменился тренд. Как интересно, в новом году меняются у нас тренды. Значит, и если мы посмотрим предыдущий год 2018. Точно так же очень интересно. Как приступлении 2018 года. Так, сотру сейчас все эти рисунки. При наступлении 2018 года. Смотрите, в 2017 году у нас график просто рос. Видно вектор. Четкий вектор вверх. При наступлении 2018 года трейдеры подумали. Значит, этот год был хороший. Но, наверное, ну, то есть, может быть, переоценена компания. И начали немножко страховать свои риски и избавляться от акций компании. Да, и как мы видим, что произошло в течение 2019 года. Он оказался совершенно никаким для Google. И цена просто пошла в сторону. И в итоге закрылась даже ниже, чем открытие 2018 года. То есть, тренды постоянно меняются. От года к году тренды меняются. И нужно понимать, что, как правило, тренд меняется на противоположный. То есть, если год был плохой у Microsoft, да, у крупной компании, трейдеры будут ожидать, что компания слишком недооценена и начинает инвестировать в следующий год. Если же год был очень хороший, то трейдеры могут думать, ага, может быть, это опасно сейчас держать деньги, потому что начинается Новый год. И многие трейдеры, большие игроки, инвесторы, они начнут фиксировать прибыль, да, в расчете, что компания, может быть, была переоценена. То есть, целый год роста, да, это все-таки сильно. Вот. И вот так вот интересно наблюдать, как многие крупные компании меняют свой тренд на противоположный с началом года. Да, то есть, это прямо видно очевидно. Очевидно, по графику цены. Теперь, как мы можем сейчас сыграть? Сейчас у нас начало 2020 года. И давайте посмотрим. У нас в 2019 году был такой бум компании по производству чего? Конопри, да, то есть, например, легализовали наконец-то, ну, для кого-то наконец-то в Америке эти компании. Но они весь год, 2019, я сейчас посмотрим, они все очень жестко падали, потому что вышла плохая отчетность. И начали паниковать инвесторы, и начали продавать акции. Посмотрим, например, на примере какой акции. Минуту. Например, на кроне. Обратите внимание, как очень показательно этот график похож на графики и Microsoft, и Google, и Apple. То есть, весь 2019 год, видите, 2019 год цена падала. То есть, трейдеры избавлялись от акций компании. Обратите внимание, когда мы начали подходить к 2020 году, да, в декабре, цена компании начала консолидироваться. И даже она образовала первый более высокий верх. А это значит, что вот в этой точке начинается разворот тренда. Трейдеры, опять же, подумали, что компания слишком сильно уже не оценена. Все-таки возможности у этого бизнеса очень большие, да, учитывая, как прыгали цены на IPO и после него. И мы видим, что начался разворот тренда. И можно ожидать, что если это последует, по примеру, Apple или Google, то мы можем получить, вот я провел линию, да, вы видите, около 100% прибыли. Естественно, это очень долгий процесс. Это в течение всего 2020 года. Но вот такая возможность есть. Опять же, нужно обязательно страховаться и смотреть, какой будет отчетность. Я всегда выхожу до отчетности, потому что предугадать отчет невозможно. А упасть компания может очень сильно. Поэтому я всегда выхожу до отчета и всем рекомендую. Вот, если посмотреть на другие компании, то мы точно так же увидим такой же тренд. Например, MG компания. Давайте откроем ее график. И не похож ли он на предыдущий график. Да, то есть мы точно можем заметить, что тут есть тренд вниз, консолидация, теперь идет тренд вверх. С началом нового года тренды меняются. Пойдем дальше. И, кстати, объем нам тоже это показывает. Вы видите, как плавно перетекает объем. Это очень показательно, что трейдеры, большие игроки начинают закупаться. И вот в момент этого дна объем максимален. То есть, значит, трейдеры вовсю покупают акции компании. Посмотрим дальше. Одна из самых главных компаний CGC. Все то же самое, да? То есть, целый год цена падает. Теперь она консолидируется прямо перед Новым годом. И после Нового года вот эти первые свеча, прыжок, которые нам дают надежду на то, что тренд сейчас изменится и пойдет в рост. Поэтому очень хорошая идея сейчас это вложиться в акции, в опционные компании по производству конопли, рассчитывая на изменение вот этого тренда, который, очевидно, меняется в новом году. Да, если по примеру Apple, давайте снова открою, что случилось с Apple. Вот что случилось с Apple. Да, точно так же падало, падало, пало. Только мы перешагнули Новый год. Трейдеры почувствовали оптимизм, что есть еще целый год. Возможно, компания покажет какие-то хорошие результаты, какие-то новинки. Вот. И начался рост цены компании. Все начали покупать ее. То же самое с производством конопли, я думаю, будет. Вот. Кстати, свечи вот эти перекрашиваются красные и зеленые. Это у меня стоит такой плагин. Есть у нас пересечения по MACD. Да, если кто-то торгует уже какое-то время, понимает, что такое индикатор MACD. Так вот, вот эти пересечения по MACD можно торговать. Например, есть пересечения, да, тут. И, соответственно, с этого момента у нас пошла цена в рост. Было тут пересечение, и мы пошли вот тут вниз. Да, то есть можно смотреть на этот индикатор. Особенно на недельном графике, потому что погрешности будет еще меньше. Но, соответственно, горизонт инвестирования – это год. Да? Ну, то есть готовы ли вы ждать. Есть очень такой интересный сервис от Google, Google Trends, по которому можете определить, идет ли какое-то изменение либо падение тренда, интереса к данной акции либо продукту. Вот, например, CGC. Это та же самая, да, компания по производству марихуаны. Я вот вбил просто название тикера, да, CGC. И мы видим, что тренд падал. Вместе с падением цены тренд, также, значит, количество запросов в поисковой системе Google, оно падало, да, мы видим. Причем также, опять же, в виде волн такими оно падало вниз. Вот, но сейчас, на данный момент, у нас появилось рекордное количество и рекордный интерес к данной акции. Смотрите, 58 против 56. Это на данный момент еще. Да, в январе, январь еще не закончился. Вот, то есть идет уже, тренд нарушился. Если у нас было падение интереса к компании CGC, можно сказать, если соединить верха, это точно так же будет такой треугольник. Да, то сейчас у нас идет прыжок изменения тренда с началом нового года. То есть, Google Trend точно так же можно использовать для поиска трендов и, ну, то есть, понимать, идет ли тренд, идет ли рост интерес к данной компании. Попробуйте найти эту закономерность сами, откройте недельный график и проанализируйте какие-то крупные компании и поставьте эту линию начала нового года. И вы увидите, что прям после нового года тренд меняется. Вот, например, Cisco компания, опять же, 31 декабря 2018 года, тут же мы полетели ракетой вверх. Да, вот как интересно, новый год, изменение тренда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...